В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Вилами по воде. Всем нам еще с детства внушали мысль, идеально сформулированную классиком. Поэтому никогда не разговаривайте с незнакомцами. И уж тем более не пускайте их на порог дома. Пугали цыганами, сектантами. Сегодня эти и другие кажутся просто младенцами в сравнении с ловкими комбоежорами, легко забирающимися в вашу душу и кошелек. Вслед за продавцами чудодейственной косметики и волшебных медицинских приборов на сцену вышли распространители фильтров для воды. Тоже с приставкой «чудо» и, разумеется, за бешеные деньги. Похожие истории происходят по всей стране, от Владивостока до Калининграда, представляясь, как правило, сотрудниками Роспотребнадзора, Водоканал или ЖЭУ. Они проникают в дом, чаще всего к пенсионерам, а далее хитрости агрессивного маркетинга. И вот пожилой человек оказывается обладателем ненужного ему дорогостоящего товара. Да еще и к тому же в кредит. В Самаре нынче буквально эпидемия на такие случаи. Все герои этой программы просят не показывать их лиц. Некоторым уже угрожали. Так как же ловкачам удается вешать свою отфильтрованную лапшу на уши? Как затмение. И вот как-то мне все так это было как-то радостно, от какого-то настроения приподнятое. Пенсионерка Мария Петровна, назовем ее так, признается это сейчас ей и стыдно, и страшно. А в тот роковой вечер ее охватила какая-то непонятная эйфория. Прозрение наступило лишь на следующий день. Когда до меня все это дошло, у меня случился приступ астмы. Еле спасли меня. И буш весь в отчаянии был. Мне правда не показывало, потому что знает, что я расстроился опять. Пожилая женщина и не думала покупать фильтр за 85 тысяч рублей, что при ее пенсии в 11 тысяч просто космическая сумма. Но события развивались стремительно. Неизвестные позвонили на домашний телефон, представились, по словам Марии Петровны, сотрудниками самарских коммунальных систем. Предложили бесплатно проверить качество водопроводной воды. Я еще подумала, откуда же они знают-то мое имя, отчество. Дали ваши друзья, дали. Я говорю, ну кто друзья? Ну, эта информация закрыта, мы это не даем. Хронология такова. В 6 вечера в квартире появляется улыбчивый молодой человек Михаил, который презентует так называемую систему молекулярной очистки воды серии Blue Filters. Не проходит и трех часов, как пожилую женщину увозят в офис фирмы, где на ночь глядя оформляют кредит. При этом убеждают, надо торопиться. Сегодня стекает срок выгодной акции. Но главное, что поражает впечатлительную пенсионерку, это таинственный опыт, что молодой человек проделал с ее водопроводной водой. Через какое-то время прям вот грязная вода какая-то там, как дегуть что ли. Страшная, конечно, такая картина. Он говорит, я привез вот с собой воду, которая у нас там стоит в офисе, налил, значит, этой воды и опустил тоже электроды, и она вообще не почернила. Он дал нам попробовать эту воду. Необычный вкус такой воды я нигде не пробовала. Я ему все время говорила, вы скажите цену. Я говорю, мы два пенсионера. У нас денег лишних нет. Цену-то они нам сказали, когда уже мы попили водичку. У них все завуливировано. Дальше все развивалось очень стремительно, как в детективе. Они предложили им тут же проехать в офис. Причем, насколько я понимаю, сами довезли его на машине до офиса. И, о чудо, у них в офисе сидит кредитный специалист данного банка, который прямо на месте, не отходя от кассы, одобрил кредит, все ударили по рукам, и в тот же день фильтр был установлен. История, которая приключилась с отцом Сергея, военным пенсионерам, идентична предыдущей. Фирмы разные. В первом случае конторы именуют себя Аквалайф, во втором ООО «Комфорт». Схема одна. Когда Сергей стал искать истину мутной воде, он обнаружил, что весь интернет пестрит разоблачениями продавцов фильтров. Первое, что выдает Google на запрос «блюфильтрс» – это слово «пострадавшие». Разнятся только суммы. В Петербурге чудо-агрегат сбывают по 140 тысяч рублей, в Екатеринбурге – за 40. Девушка была очень настойчивая, оценена, сказала в самую последнюю очередь. Тогда собирайте, сейчас поедем к нам в офис и быстренько все оформим. Я пребывала в какой-то такой странном состоянии, радости, я была очень довольна. Зарегистрировано случай подмешивания в воду психотропных средств. Сейчас ведется экспертиза одного из таких случаев. Что уж там подмешивают, если подмешивают, неизвестно. Зато можно внимательно изучить тот самый опыт с почерневшей водопроводной водой. Вот один из роликов, размещенных на Ютубе распространителями продукции «блюфильтрс». В два стакана помещают прибор-электролизер. И под воздействием тока в одном жидкость становится неприятного цвета, во втором – незамутненной. Авторы ролика уверяют, выпавшие осадки говорят о качестве воды. Это ту воду, которую нам подают из водопровода, которую мы пьем. Это очевидная ложь, объясняет кандидат химических наук Николай Редькин. Так качество воды проверить невозможно. В своей лаборатории Николай повторяет этот нехитрый трюк, известный каждому школьнику. Прибор сооружает из подручных средств болта, алюминиевые ложки и провода для ноутбука. Видно, прошел тот же самый процесс, что вы видите в ролике. То есть выделение пузырьков газа, связанных с разложением молекул воды. Да, вот оно уже подзеленело. В принципе, можно ее сделать голубой. Да, это каким образом? А если взять и растворять медный электрод. Ионы меди дадут голубой цвет. Если взять кубольтовый электрод, она станет розовый. А у нас алюминий. Алюминий, поэтому дает зеленый оттенок, да? А у них черный, это значит тоже какой-то электрод? Возможно, цинковый или что-то подобное. Но таким образом это невозможно определить, опасная вода или не опасная, хорошая или плохая. Это не тот способ. Однозначно нет, этот способ не позволяет говорить вообще о качестве воды. Единственное, что можно сказать, есть там соли или нет. При том, что опять, те же самые соли, которые содержатся в минеральной воде и которые считаются лечебными. Разница только в концентрациях. Так почему же не мутнеет вода во втором стакане? Потому что она дистиллированная, отвечает химик. В ней нет солей, а значит, она не проводит ток. Но и пить ее нельзя. Если в стакан с такой водой добавить ложку обычной поваренной соли, то появляется та же самая муть и осадок. Проверка качества воды – процесс длительный, состоящий из серии опытов. А это лишь фокус, рассчитан на людей, подзабывших химию, говорит Николай Редькин, у которого в лаборатории, кстати, стоит простейший фильтр за тысячу рублей. Разница в этих фильтрах только в цене. То есть то, что они предлагают, это те же самые фильтры, которые вы можете купить в 10-15 раз дешевле в специализированных магазинах. Они просто показывают вот этот фокус и за счет этого нагнетает обстановку, нагнетает страх. Посмотрели цены на фильтры других компаний, сравнили. В принципе, максимальное, что я нашел, это 9 тысяч против 80 здесь. Они не объясняли, почему такие расценки, если конкуренты ближайшие 9 предлагают? Ну вот в этом вся загадка. То есть там красивые брошюры прилагаются, где написано, что это немецкая разработка, изготавливается в Польше. Есть там несколько сомнительных сертификатов, которые половина просрочены, половина вообще на трубы ПВХ. Где-то персональные данные берут, да, и в нарушении закона персональных данных апеллируют ими вот таким образом. Пока там сидели, ждали встречи с директором, приводили в офис. Для меня мужчина, наверное, я не знаю, лет 75, а то и 80. То есть вот таких людей, те, которые беззащитные, родственников они, видите, не допускают. Они быстро-быстро-быстро-быстро все вот так вот одномоментно все это обрабатывают. Выбирают именно одиноких, скажем так, в возрасте, тех, кого легко обмануть, ввести в заблуждение, втереться в доверие. Родственники пенсионеров, которые теперь в долгах, разумеется, пытались вернуть фильтры по закону в течение 14 дней, имеют право, но не тут-то было. Сергей рассказывает, что в Аквалайфе ему даже угрожали. Он пригрозил, что так как он бывший сотрудник правоохранительных органов, он выведет меня силой, он кандидат в мастера спорта, и ничего ему за это не будет. Ну, соответственно, после этого он сказал, что меня просто встретят в темном переулке. Я пришел просто поговорить, и как бы я не представлял, что все это настолько вот бесчеловечно, что ли. Не рады были в Аквалайфе и журналистам. Какой там откровенный диалог? Даже на порог не пустили. Давайте, давайте, я пройду, конечно. Нет, вы проходите, проходите. Давайте, давайте, я пройду. Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Ну, почему нам некуда заходить? Вы просто частное лицо, как вы уверяете. Вы не имеете права нас здесь задерживать вообще, понимаете? Идите, гуляйте, погода прекрасная. Через пару минут ретивый молодой человек, который заверял, что не имеет никакого отношения к фирме, все же выпустил меня. Теперь с вами просто побеседовать нужно? Без камеры? Без камеры нет. Что, вас убьют? Нет. Обествовать на улице, не в помещении, просто без камеры? Ну, пойдем с вами побеседуем. Ну, просто как-то, все, без камеры договорились же с НГ. Есть некий поток жалок. Но ты на вашу фирму, мне только на ваш фирму. Вы работаете потом тоже с ней. Вам, короче, перезвоните, обязательно все ваши вопросы. Это не проблема совершенно. Директор фирмы некто Александр Губин и в Перям перезвонил. Но разговор был недолгим. У нас пенсионеры на все жалуются. К сожалению, страна такая. Вам за антирекламу заплатили кто-то. Мне никто ничего не заплатил. Есть реклама, есть антиреклама. А вот антиреклама, она намного дороже стоит. То есть вы считаете, что приходить к пенсионерам и предлагать им такие фильтры, оформлять потом на них кредиты, это нормально? В фирме ООО «Комфорт», чей офис расположился на Дачной 24, директора ее самарского подразделения Максима Симона мне удалось застать на месте. Но и этот топ-менеджер блестяще применяет правила. Лучший способ защиты – это нападение. То, что вы сюда пришли, это заказная передача однозначно. Вы что говорите, да? Да, и кто же нас, кто заказал? Ну, наверное, есть влиятельные знакомые у этой пенсионерки. Влиятельные знакомые пенсионерки? Вам самому не смешно? А что, я, например, президент нашей страны не может быть пенсионером, когда будет отдыхать, у него не будет знакомых влиятельных. То есть вы считаете, что нас заказал президент? А как вы узнали телефон этой пенсионерки? Как мы узнали телефон этой пенсионерки? Справочник, город Самара. Вы знаете, такая странная ситуация. Я пыталась найти вашу фирму в интернете. Нет, если вы такая хорошая фирма, работаете. Значит, поищаете в интернете нашу фирму. Я искала, не нашла. Может быть, покажете сайт вашей фирмы? bluefilters.com, пожалуйста это не ваша ферма, ваша ферма о комфорт мы представители bluefilters ну нету нигде никаких упоминаний о том, что вы являетесь представителем то есть вы не даете никакую рекламу о себе, да? мы не даем рекламу а почему? ну потому что мы и так им на это деньги зачем? а вы хотите сказать, что банки работают с мошенниками? да кто, банки с разными мошенниками работают был бы кредит банк, вообще оказался мошенническим банком если бы это было так, как вы говорите то мы бы не работали ну знаете, многие работают и мы тоже работали какое-то время Максим Симон уверяет, рассказ пенсионерки о том, что продавцы проникли в ее дом под видом сотрудников самарских коммунальных систем это полная чушь однозначно почудилась и это навред и даже старушке почудилась она говорит просто так по вашему наущению или вашему дочери а вы показываете фокусы пенсионерам? мы показываем элементарные вещи чтобы хоть всех граждан не зомбировали понятно, вы сейчас там все это намонтируете и так далее и делаете все то, что вам нужно изучая уголок потребителя там, кроме лицензии, выданной Блюфильтр с совсем другой компанией мало, на мой взгляд, содержательной информации равно как и в бумагах, которые прилагаются к чудо-фильтру стоит лишь внимательно их прочесть чтобы увидеть в сертификатах, паспорте и, наконец, договоре купли-продажи значатся совершенно разные формулировки вам все, что надо вы наснимали а теперь я вас прошу покинуть, пожалуйста, наш офис мы обязательно отсюда уйдем но все-таки, может быть, вы ответите нам почему сертификат указана совершенно другая продукция вот вы что продаете давайте прочитаем система молекуриарной очистки воды серия Блюфильтр правильно я понимаю? совершенно верно а здесь что написано устройства водоочистные комплектующие запасные части к ним серия Блюфильтр тогда человек пускай обращается в суд и все эти вопросы решит если это совершенно разные вещи тут видите столько много всяких разных сертификатов я вижу, что много сертификатов я вижу, что много бумаг понимаете, а не сертификатов совершенно разные вещи ладно, девушка нет, больше не вижу с вами смысла общаться смысла в таких разговорах и впрямь мало тут действовать надо пенсионерка, которая считает себя обманутой фирмой ООО Комфорт уже написала заявление в полицию, в прокуратуру и в Роспотребнадзор последнее ведомство отреагировало быстрее всех главной офис комфорта находится в Нижнем Новгороде туда уже отправлена жалоба фирме предстоит проверка а всем, кто столкнулся с похожей ситуацией специалисты советуют идти в суд и поскольку Роспотребнадзор будет выступать на стороне потребителя шансы на выигрыш большие мы стараемся доказать, что потребитель был не полностью информирован о том, что он приобретает что у него не было времени детально обратить внимание тот человек получает товар как бы спонтанно когда уже приходят родственники или просто сам человек в спокойной обстановке смотрит, что он приобрел он, конечно, уже приходит, как говорится, в смятении, в ужас шоке от происходящего и в самарских коммунальных системах поток жалоб от граждан, попавших в хитроумные сети продавцов, в последнее время увеличился всем сотрудникам СКС очень обидно, что нашим именем представляются люди, которые совершенно не имеют отношения к нашей организации и наносят какой-то вред или моральный, или материальный нашим жителям нашего города не в наших силах отлавливать, да в общем-то и не в нашей компетенции отлавливать таких людей поэтому я просто хочу предупредить всех жителей города сотрудники СКС, во-первых, не ходят по домам если приходят по домам, то только по просьбе самих жителей и даже в этих случаях у всех сотрудников самарских коммунальных систем при себе имеются удостоверения, подписанные синей печатью и продленные на текущий момент отлавливать таких ловкачей это дело, конечно, компетентных органов понятно, что доказать мошенничество, а именно об обмане твердят счастливые обладатели фильтров, будет крайне сложно юридически сделку проворачивают так, что вроде не придерешься но это если после драки кулаками махать а вот поймают таких комовоежеров с поличным когда они представляются сотрудниками СЖЭУ или СКС а потом демонстрируют свои забавные опыты и не удастся им выйти сухими из воды во всех этих историях есть еще один забавный штрих следователям на заметку кредиты на фильтры этих двух разных фирм выдает один и тот же банк и, похоже, его службу безопасности совсем не интересует платежеспособность клиента тоже есть над чем поразмышлять всем же, кто не рад этому пресловутому фильтру я тоже настоятельно рекомендую идти в суд правда, уверена, на вашей стороне на сегодня пока все, буду следить за темой звоните, пишите, жалуйтесь удачи вам и, конечно же, с главным праздником страны с Днем Победы!